Когда утро начинается не с кофе, проснувшись, автолюбитель Михаил Шашов выглянул в окно и увидел, как из-под его машины валит пар. В испуге выбежал на улицу. Увиденное поразило. Буквально на глазах два автомобиля, его и соседний, проваливались в кипяток под асфальт. 12 модель, она пониже села, а моя как бы сверху на нее. Я еще залез в машину, хотел отъехать, но переднее колесо уже зацепилось за асфальт, и я не смог. Я сразу выскочил из машины, потому что здесь очень быстро все это происходило. Я думал, с машины можно уйти. Владелец второго авто подошел позже. Мужчина, как обычно, собирался поехать на работу, но на парковке его ждал такой неприятный сюрприз. Шок, шок. Хотел посмотреть, что за машина там оказалась моя. Аварийная бригада предприятий тепловых сетей сразу же прибыла на место. Автомобили извлекли из ямы и начали работы. Пять домов отключили от отопления. Причиной всему стал порыв на трубопроводе 159 миллиметров постройки 90-го года. Срок непредельный, срок подлежит еще нормальной эксплуатации, но случаются временные технические отказы. Пока рабочие устраняют повреждения теплотрассы, автовладельцы подсчитывают убытки. Внутрь вода зашла, здесь полностью вода, вот она даже белесая. Приборные щитки запотели. Значит, весь пар парило, тоже горячая вода. Здесь все затоплено, сиденья. Второй автомобиль пострадал еще больше. Возможно, что поврежден двигатель. Точнее, это определят независимые эксперты. В ПТС обещают возместить убытки. В любом случае, у нас застрахованная ответственность перед третьими лицами. Значит, соответственно, мы компенсируем все затраты. Отопление в домах подключили по резервной схеме во второй половине дня. Полностью завершить работу по замене трубы аварийная бригада обещает к ночи. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков. События. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков. Григорий Плешаков. Продолжение следует...